Здравствуйте! Вы смотрите новости при МИУСЕ в студии Инна Костромина и сегодня в программе. 2 сентября для 4000 школьников Матвеево-Курганского района прозвенел первый звонок. Прорыв МИУСФронта в годы войны продемонстрировали в Никлиновском районе. На фестивале «Спорт всем миром» чествовали героев, которые в чрезвычайных ситуациях, рискуя собственной жизнью, спасали других людей. И теперь подробнее. 2 сентября во всех школах Матвеево-Курганского района прозвенел первый звонок. Учителям и преподавателям в этот день принято дарить цветы и поздравлять с началом учебного года. Самый первый звонок и, наверное, один из самых запоминающихся дней в их жизни. Первый день нового учебного года в порог школ района перешагнут 4043 школьника, из них 408 первоклассников. Чтобы первый раз успеть в школу, пришлось встать пораньше. Но это не страшно. Общее настроение праздника у всех. Впереди и встреча с любимыми учителями, и общение с друзьями. Руслан Трофимов, телекомпания «Премяуси». День знаний – праздник не только школьников, но и воспитанников детских садов. В одном из них побывал наш корреспондент Руслан Трофимов. 2 сентября во всех школах Матвеево-Курганского района прошла линейка, посвященная Дню знаний. В детском саду «Красная шапочка» будущие первоклассники такой праздник встретили с радостью. И самые непростые загадки они уже отгадывают с легкостью. За дракой наблюдать в сторонке не будут никогда... Мальчишки! А что так тихо? Мальчишки, молодцы! Мальчишки! Загадки на пальчиках красят только... День! Мальчики! А кто сказал мальчики? Сотрудники детского сада в этот первый для многих учебный день поздравили ребят и устроили им замечательный концерт. Крыса живет, смешной молодежи, крыльский журнал. Смешной человечек скучать не привык, смешной человечек большой озорник. Важно, чтобы ребятишки с раннего возраста знали об этом дне. Для них первоклассники являются примером. День знаний как раз такой повод стать чуть-чуть взрослее. Руслан Трофимов, телекомпания «Премиуси». Масштабно и зрелищно прошли в «Премиусе» мероприятия, посвященные годовщине образования области и освобождению МИУСской земли от немецко-фашистских захватчиков. В Неклиновском районе 31 августа по этому случаю состоялась реконструкция прорыва МИУС-фронта. Прологом мероприятия стали выступления гостей, среди которых были глава Неклиновского района Андрей Журавлев и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Другие официальные лица, а также ветераны Великой Отечественной войны. Реконструкцию приехали посмотреть 50 тысяч зрителей. Затем показали свои умения бойцы ОМОН, которые в дальнейшем выступили в роли разведчиков, после чего было объявлено начало реконструкции. Программа мероприятия, когда в этом году в режиме-авидчиков это было объявлено начало реконструкции. И вот в curseе-авидчике, в час, и 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 в час, институты. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Свой юбилей 90 лет в эти дни отметила жительница Матвеева Кургана Любовь Яковлевна Иванцова Любовь Яковлевна прожила долгую насыщенную событиями жизнь, в которых были и бедствия военных лет, санитарный поезд, фронт и тыл, восстановление разрушенного хозяйства после войны, работа на стройках страны от Матвеева Кургана до Владивостока. Она была киномехаником кинотеатра «Октябрь» и шеф-поваром ресторана «Меуз». Поэтому многие земляки ее помнят и знают. Первыми поздравились с юбилеем Любовь Яковлевну родные и близкие. Эти дни поездки от его культурного хозяйства культуры в Суспоте yards – вдоль на韓 и сестры – вдоль на韓 и сестры, вдоль на韓 и сестры, выдохнувшись в Ура. Дима Торзок, вдоль на韓 и сестры, отдохнувшись в Ура. Те, что возникло имели многое, и, что бы я сказал, что бы все нужно было в таблицах местах, как бы все было в таблице. Но этот факт не был о Energia, но этот факт не было как бы что-то наблюдает, но в таблицах, как бы ничего не было, а что что-то сейчас. Продолжение следует... От лица администрации поселения и района Любовь Яковлевну поздравил глава поселения Александр Шищенко. Продолжение следует... 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 направлять этих молодых людей в какую-то правильную сторону как делают наши старшие заслуженные товарищи какие-то такие общечеловеческие правильные вещи любовь уважение к старшим и соответственно воспитание мне кажется семья в первую очередь должна на это влиять вот когда люди заняты когда у них есть цель в жизни занимается спортом или музыкой тогда нет никаких конфликтов посмотрите я занимал спортом свою аренду спортивной гимнастикой меня за то что я выиграл там спиртокеаду виниоров россии меня отправили в артек у меня до сих пор пионерский галстук шестьдесят шестого года где у меня когда мы расставались все ревели там девчонки всем обнимались у меня там подписи всех кто был в нашем отряде казахстан грузия азербайджан были наши братья наши друзья вот крис музыкой да вот если у меня клавишник плохо играет мне плевать русский или таджик вот он плохо играет я не буду с ним работать а вот кто хорошо играет неважно чечен там дагестанец в конце концов лишь бы он занимался этим делом если любит это дело нормально все идет а вот это вот все конфликты разводят нас людей разводят просто для того чтобы значит разделяем власть и надо на это не поддаваться искать себе дело господь дал нам возможность найти себя в этой жизни надо искать александр иншаков отвечая на вопрос о межнациональных отношениях подчеркнул что анализируя подвиги обычных людей лишний раз убеждаешься в том что человека правильно ценить по поступкам они по принадлежности кто или иной нации по его словам и в первой мировой и во второй войнах воевали солдаты разных национальностей и немало в числе погибших в то время воинов уроженцы закавказья это говорит о том что мы едины если между нами вспыхнет конфликт наши предки воевавшие за наше благополучие нам этого никогда не простят был занят делом и рядом со мной всегда находились мои друзья и товарищи разных национальностей и они всегда были есть будут и остаются моими друзьями поэтому проводя этот фестиваль приглашаю фестиваль людей которые совершают подвиги в мирной жизни не рабочее время не выполняет свой как говорится рабочий долг а гражданский вот об этих людях хочется говорить этих людей хочется показывать об этих людях можно и нужно снимать кино фильмы и я думаю что наш фестиваль имеет очень многородная цель и задача большинство вопросов досталось актеру известному по сериалу сваты фёдору добронравову который родился и вырос в таганроге я прошлом году не получилось мы шли переговоры потому что я должен был приехать но к сожалению к моему сожалению меня не отпустили как раз съемки сериала сваты и меня просто не отпустит вот в этом году я с удовольствием согласился меняется ли город поменять что я если наверно жить в таганроге наверно это не так заметно потому что вы каждый день любите какие-то перемены то есть они постепенные такие до меняется конечно очень сильно меняется в хорошую сторону спорта я очень хорошо отношусь и он мне помогает очень во многом помогает профессии у меня родители доложили наверно сколько здоровья что дай бог я мечтал быть клоуном занимался здесь в красном одежде была тогда студия церковая вот наверное какие-то все-таки зернышки комедийного такого наверно было вложено еще тогда но судьба распорядилась по-другому я стал не клоуном а актером драматического театра после пресс-конференции состоялся показ документального фильма волчий след в истории россии они простых взаимоотношениях русского и чеченского народов сразу после встречи с журналистами важные гости фестиваля отправились на пушкинскую набережную где состоялся большой концерт на котором чествовали людей совершивших поступки и подвиги в защиту жизни и чести граждан на большой сцене были представлены герои простые люди оказавшиеся очевидцами чп и рискуя собственной жизнью спасшие жизни людей в этот вечер их поздравляли знаменитости пацаны ну можно я пойму ваши руки скажу скажу вам большое спасибо вот вы знаете у нас все сейчас там спорят раскачивают постоянно эту национальную тему ищут какую-то национальную идею вот для меня национальная наша идея сейчас стоит вот на этой сцене когда люди просто сделали настоящий мужской поступок не ради победы не ради славы не ради какой-то известности и спасли в человеку жизнь и они настоящие герои ребят для меня честь стоять с вами на одной сцене вы мужчины и я горжусь тем что вы мои соотечественники тем что мы живем с вами в одном городе ура и друзья давайте поаплодируем потому что это это действительно герои я сегодня на пресс-конференции меня спросили и я хотел бы повторить это еще раз вот одни из них эти парни спасли ветерана войны из пожара между представлениями героев выступали известные артисты улыбай а 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 На границе снов нам не снилась эта данная любовь. Праздник, come on, come on! Праздник, come on! Праздник, come on! Праздник, come on! Я с вами прощаюсь, удачи и до встречи! Праздник, come on! Праздник, come on! Праздник, come on!